Совсем скоро в Ульяновской области отметят сразу две важные даты. 150 лет со дня рождения знаменитого земляка Владимира Ленина и 50-летия Ленинского мемориала. К празднованию юбилея приурочено целый ряд мероприятий. Это не только различные мероприятия, научные конференции, какие-то новые выставки, крупные международные проекты, потому что Ленин фигуры это все-таки фигуры международного масштаба. Одна из наших самых главных задач заключается в том, чтобы попытаться к этому времени произвести такие изменения, чтобы наша экспозиция отвечала современным требованиям и музееведения, и современным требованиям исторической науки. Но, пожалуй, главный пункт в подготовке – реконструкция самого масштабного здания города Ленинского мемориала. Кроме создания зала для камерной и органной музыки, в мемориале отреставрируют музейный комплекс. К диораме старого Симбирска добавятся новые экспозиции о революционной деятельности Ленина. К 2020 году в музее появится экспозиция, посвященная Ленину и советской эпохе. Мало найдем территорий, у которых было на протяжении столетий обязательно такая вот яркая страница. Мы есть с вами. Хоть вспомните 17-й век, хоть в 18-й, хоть в 18-й век, да любой век. И мы в рамках этого века всегда были одной из самых узнаваемых территорий. Либо благодаря нашим знаменитым землякам, либо благодаря известным каким-то действиям, событиям, которые происходили на территории нашего региона. Сергей Иванович посетил и дом музея Ленина, входящий в мемориальный комплекс. Какие конкретно работы запланированы в музее к юбилею вождя мирового пролетариата, пока неизвестно. Однако историки уверяют, что проект будет связан с историческим местом или улицей. На совещании подняли вопрос о создании концепции архитектурно-художественного развития исторических улиц нашего города. Речь идет в первую очередь о знаменитой улице Ленина, которая объединяет музей-заповедник Родина Владимира Ильича Ленина и Ленинский мемориальный комплекс. Ленин исторический и Ленин мифологический. И между ними вот эта удивительная улица, которая внесет на себе следы всех десятилетий развития нашей страны советского периода. И художественное осмысление этой улицы с помощью стрит-арта, с помощью современных способов и средств благоустройства территорий, оно может превратить эту улицу в удивительный совершенно такой экспонат в музей под открытым небом. Чтобы наладить работу по сохранению исторического наследия в Ульяновской области, будет создана дирекция по благоустройству и сохранению исторического центра. Функционировать структура начнет уже летом. Кристина Жакот, Константин Никитин, Новость Ульяновской правды.